Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» и сегодня с гостем программы будем говорить о работе областного управления МЧС по профилактике пожаров. Присоединяйтесь! Сергей Николаевич Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, подполковник внутренней службы. Родился в 1979 году в Верхнедвинском районе Витебской области. В 2001 году окончил Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в инспекции Государственного пожарного надзора в Витебске. Через год назначен заместителем начальника Сенинского РУЧС по Государственному пожарному надзору. С 2003 года работал на разных должностях в Гомельском областном управлении МЧС, возглавлял отдел надзора и профилактики. На нынешней должности с 2015 года. Имеет государственную награду, медаль за безупречную службу третьей степени. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. Сергей Николаевич, а приходилось ли вам попадать в такие ситуации, которые называются чрезвычайными? Наверное, моя служба с чрезвычайной ситуацией началась, когда я поступил работать в Сенинский районный отдел. По чрезвычайным ситуациям у меня был первый пожар, ночной пожар. Я с него приехал. Форму и одежду туда одевали еще слабо в нашем ведомстве. Она вся промокшая. А утром в 8 утра надо было, конечно, идти на работу. И я, как любой гражданин на моем месте, решил ее высушить. С собой была только плитка обычная электрическая. Даже не было удлинителя. Я ее установил на табуретке, через кровать, на которой спал. Включил и думаю, подожду-ка я часик, посмотрю телевизор и, соответственно, потом выключу. Форма как раз тепло шедет вверх. Форма подсохнет. И утром я ее поглажу, оденусь и пойду на работу. Но я так думал. В действительности подустал. Под впечатлениями. Соответственно, уснул. И благодаря чутью проснулся. Проснулся с чувством тревоги. Открыл глаза. Телевизор современный. 5 минут передача закончилась. Пошипел и отключился. Соответственно, спокойно. Все темно вокруг. Закрыл глаза. Однако чувство тревоги меня не покидало. Я опять открыл глаза. Поднялся, включил свет. А света не было. Я откинул одеяло на эту электрическую плитку. Оно занялось. И, соответственно, продолжало гореть на мне. И уже по чистой случайности я не получил ни одного ожога. А спал на боку. И, соответственно, целую неделю ходил. Весь такой желто-темного цвета. Пока это все от меня прошло. Сколько мне оставалось там дышать в этой среде? Не знаю. Ну, раз сегодня живой, я это профилактирую. Всем рассказываю на личном примере. Вот эту беспечность. Потому что, в принципе, до, наверное, летального исхода оставалось чуть-чуть. Я прошел бы просто по сводке, что инспектор государственного пожарного надзора погиб из-за нарушения правил эксплуатации электрического прибора. На сегодняшнем этапе я себе не позволяю ни при каких условиях пользоваться электрическими приборами, когда я отдыхаю. Вот как-то так. Ну да. Наверное, как грубейшее нарушение вы бы это рассмотрели. Да. С точки зрения выполнения ваших профессиональных обязанностей. А приходилось спасать людей? Я даже не беру свою трудовую деятельность, да. Потому что и в Сининском районе отделе по чрезвычайным ситуациям, работая инспектором, я заступал и на сутки. Выезжал на пожары. Вот. Беру просто свое как гражданина. И гражданинам приходилось оказывать помощь и медицинским работникам в реанимационных моментах, когда человек случался инфаркт. Кричали, но, к сожалению, не смогли мы оказать соответствующую помощь с реанимацией. Ну и в своем подъезде, где проживаю, тоже оказывал помощь работникам медицинским по доставке граждан. У нас же работники медицинские в основном женщины. И вот попробуйте там этого престарелого гражданина с девятого, с восьмого этажа на носилках вынести. Конечно, оказываю помощь. И при случае никогда мимо не пройду. Все навыки, которые я получил, которые мне в мое учебное заведение привило и мое ведомство, я их пытаюсь реализовывать и не проходить мимо. Ну, для того, чтобы войти в горящий дом, нужно, наверное, преодолеть свой собственный инстинкт самосохранения. Вот как вы считаете, умение действовать в такой ситуации, этому можно научиться или это может быть только врожденное качество? Знаете, ну, люди вообще все разные. Вот как в том кинофильме про пулеметы рассказывал Папандополо, да, там один молчит, другой на штаны поменял, третий в своих стреляет. Так и человек каждый в чрезвычайной ситуации ведет себя по-разному. Один будет плакать, другой смеяться, третий стоять, просто ничего не предпринимает, да, четвертый как-то действует. Так и люди, все они различные, у каждого свой склад характера и, соответственно, в чрезвычайной ситуации себя будут вести по-разному. Ну, в принципе, для этого и существует, наверное, Министерство по чрезвычайным ситуациям, существует специальное учебное заведение для того, чтобы людей готовить. Потому что, ну, любой человек, да, имеет инстинкт самосохранения и, конечно, ему организм скажет, нельзя туда идти, нельзя, потому что это угроза твоей жизни. А чтобы это пересилить, это, конечно же, должны быть соответствующие тренировки. Ну, скажу, люди такие тоже есть и среди наших бойцов, даже вот последний случай, когда волчица в деревне, в Реческом районе, покусала граждан, да, наш работник, недолго думая, одним ударом там вил вместе с отцом, просто лишил ее жизни, чем минимизировал дальнейшие последствия, которые могли бы развиваться. И как впоследствии оказалось, волчица была, ну, болела бешенством. Сергей Николаевич, у нас есть телефонный звонок на линии, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, вот проживаем в многоквартирном жилом доме в городе Гомель. И на лечечной площадке соседи курят, дым попадает в квартиру, в доме маленькие дети. И является ли это нарушением требований пожарной безопасности? И вообще как можно вот с нерадивыми соседями повлиять на них? Спасибо за звонок. Да, действительно, сам не курю, сам проживаю в многоквартирном жилом доме. И меня тоже как бы не устраивает, когда заходишь в лифт, да, и в лифте кто-то позволяет соседям курить. Я к этому отношусь очень негативно, да, но в принципе все требования по соблюдению противопожарного режима в многоквартирном жилом доме лежат на собственнике. То есть если это товарищество, то председатель соответствующего товарищества должен принимать соответствующие меры. Если нет, то работники жилищно-коммунального хозяйства, они сегодня вправе привлекать к административной ответственности. Сегодня, в принципе, просто лучше с каждым соседом, с любым соседом, лучше плохой мир, чем любая война, да. И поэтому здесь, ну, что я вам хочу посоветовать. Вы должны как гражданин обратиться в жилищно-коммунальную службу, сказать, что вот такой-то вот сосед курит. Если вы не видели, кто это курит конкретно, не можете выступать свидетелем о противоправном действии, да, запрещено сегодня для всех граждан, напоминаю, курить, то в принципе вы можете акцентировать их внимание, на то, что они установили строгий контроль. И какое-то время промониторили ситуацию, кто же в подъезде себе позволяет курить, почему не выходит на свой балкон, либо не курит у себя на кухне, а выходит в это общественное место, да, где ходят дети, где мамы с колясками спускаются, то есть не курящие. И это травмирует их здоровье. Поэтому, в принципе, мы акцентируем это внимание при проведении плановых проверок жилищно-коммунальных служб города, районов, да, и тоже смотрим, чтобы этот режим они отслеживали, его соблюдение, и, соответственно, принимали те меры дисциплина административного воздействия, которыми они сегодня наделены. Ну, конечно, на каждую площадку наблюдателя не поставишь. И как доказать этот факт? Достаточно только вот этого молодого человека, если он скажет, что я видел, что этот человек курил. Все. Больше не надо. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, вот почему вы для себя выбрали такую профессию? Вы ведь хорошо себе представляли, с чем придется иметь дело? Честно сказать, наверное, когда я сталкивался вообще с этой профессией, тогда не было министерства по чрезвычайным ситуациям, тогда была пожарная служба в Министерстве внутренних дел. Это случилось, когда я поступил учиться в 10 класс, и, соответственно, пришли на факультатив, это факультативные занятия, там по вторникам, наверное, оно и сейчас в школах присуще, пришли с пожарной части и сказали, мальчики, вот у нас открывается пожарный, приходите к нам в часть на факультатив и будете заниматься. Я тогда просто находился в таком возрасте, когда даже, наверное, не определялся, куда надо идти, чем буду заниматься. Ну вот почему-то вот так сердце, можно сказать, подсказало и пошел. И уже когда, проходя там вот это обучение, сталкиваясь с действующими пожарными, видя их действия, возвращения с этих пожаров, как они выглядят уставшие, когда выезжают, этот звук сирены, мигалки, то есть какая-то вот такая вот романтика, наверное, меня и затянула в эту службу. Вы могли бы посоветовать такой выбор молодым людям? Нет, однозначно, конечно, мы всех ждем в нашу службу, мы всех приглашаем в наше учебное заведение получать образование и, соответственно, приносить пользу не только государству, а в первую очередь, народу. А с чем у вас ассоциируется служба МЧС? Ответы гомельчан на этот вопрос далее в нашей постоянной рубрике «Есть мнение». Служба МЧС мне ассоциируется со словом «безопасность», потому что с помощью службы МЧС мы можем жить спокойно, потому что они всегда придут на помощь. Служба МЧС со спасением людей? Пожарная. Ну, я так понимаю. Ну, служба спасения, короче. Чего не хватает в их работе? По-моему, нормально. Работают так лично. Плохого слова не могу сказать. МЧС, ну, наверное, ассоциируется с помощью, да, с защитой. Если учитывать декрет президента Республики Беларусь номер 18 о дополнительных мерах защиты семей, находящихся в неблагополучных условиях, конечно, МЧС здесь играет очень большую роль. Приходят, обследуют. На чем им нужно было бы поработать еще? Ой, наверное, просвещение. Ведь МЧС – это министерство по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайных ситуаций у нас сейчас очень много. Это ведь не только пожары, это не только какие-то стихийные бедствия. В первую очередь, мне кажется, сейчас это работа с людьми, со всеми, как защитить наших детей. Они быстро реагируют на вызовы, сталкиваются с этим как-то, быстро приехали. Хорошие люди. Я обычно сама не сталкивалась, я не могу сказать, какие у них минусы. Если по телевизору смотреть, так очень большие плюсы у них в работе. Очень хорошее отношение людей к ним. Единственное, могу сказать, что у нас сгорел дом в деревне зимой. И никакие службы не приехали, пока он не догорел дотла. Поэтому я не знаю, как можно тут ответить на этот вопрос. Хорошая организация, всегда помогает людям в нужный момент. Вы сталкивались с ней? Да, было дело. Авария. Приехали, помогли, все хорошо, слава богу. Спасанием людей и так далее. С МЧС еще тушение пожаров лесных, от наводнений и так далее. В основном спасение. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе областного управления МЧС. Сергей Николаевич, я бы хотела услышать Ваш комментарий о том, что мы увидели. В первую очередь, могут ли спасатели не приехать туда, где их ждут? Ну, конечно, хотелось бы поблагодарить. Спасибо за откровенное высказывание. Это мнение людей, оно, в принципе, мы его слышим, и мы к нему прислушиваемся. И пытаемся на него реагировать, менять что-то в своей службе. Поэтому тут два таких вот факта прозвучало. Действительно, здесь можно по-разному говорить. МЧС – это сегодня самая экстренная служба. У нас пожарные машины, наши пожарно-аваренно-спасательные машины выходят сразу после поступления звонка. Но действительно, если, как сказала женщина, приехала, пока дом был реквизирован, это зачастую такое случается, особенно в сельской местности, потому что наше ближайшее подразделение находится в отдалении. Километров за 20-30. А вы представляете, что такое 40 тонн масс, пока он разорвется, приедет, это время. Огонь же ж не ждет. Тем более в наших деревнях все строения уже ветхие, да. И огонь распространяется очень быстро. Соответственно, такое вот мнение всегда и складывается у людей, что вроде бы вот чуть-чуть горело, а тут уже МЧС приехал, и действительно приехал поздно. Приехать могут поздно только по двум причинам. Поздно сообщили, либо удаленность от ближайшего пожарного аварийно-спасательного подразделения. В течение какого времени сгорает деревянная постройка? Деревянная постройка, вот на моем опыте, да, достаточно 10 минут, чтобы уже все, она была охвачена полностью пламенем, да. У нас еще граждане оказывают содействие, помощь, пытаются выбить окна, достать имущество. Соответственно, создается эффект дымовой трубы, да, конвективные потоки. Это все ускоряется. Приток кислорода увеличивает скорость выгорания горючих веществ. Ну, как правило, наверное, заметив задымление или возгорание, люди пытаются сами как-то справиться. И проходит какое-то время, прежде чем звонят? Как показывает практика, вот постоянные мои выступления в трудовых коллективах, опрос граждан. Да, действительно, у нас граждане сначала пытаются действовать сами, а потом вспоминают, что надо позвонить по телефону 101, да, так и с мобильного. И, соответственно, вот это вот время, оно очень скоротечное. Человек в чрезвычайной ситуации, вот он позвонил раз, звонит через минуту, говорит, все, вот у вас уже 10 минут нет, а у нас стоит система записи, у нас все разговоры записываются. Понятно, мы понимаем, что это эмоции, это твое имущество, гражданин теряет, да, он, соответственно, и реагирует. Но наша служба сегодня, самая экстренная служба, да, не зря говорят, что если убивают, пословица такая есть, если убивают, кричи пожар. Потому что и люди придут посмотреть, и пожарные быстрее всего приедут. Как бы так. Ну, на каком расстоянии друг от друга, или как должны быть распределены ваши подразделения по району, чтобы быть в доступе? Понятно, есть нормативно-правовой акт, который четко это регламентирует, создание и строительство пожарных депо в городах, это 3 километра, в сельской местности 10 километров. То есть 10 километров, значит, все-таки надежда есть, что к тебе приедут. Но этот норматив, мы же к нему стремимся, чтобы его выполнить, да, на сегодняшнем этапе. И надо подходить и с экономической составляющей. Почему сегодня создавать там подразделение, если в этой деревне проживает 2-3 человека? То есть эффективность содержания этого подразделения, там, может быть, надо заниматься добровольчеством. Вот как-то правильно отметила девушка, да, в своем выступлении, что надо заниматься больше просветительством. Конечно, мы больше технические работники, да, но мы тоже меняемся, пытаемся шагать в ногу со временем. Мы и разрабатываем различные приложения, которые направлены для того, чтобы обратить внимание человека на свою безопасность жизнедеятельности. Потому что каждому гражданину, каждому дому не поставишь работника МЧС. Нет сегодня возможности содержать такого штата. Да и есть ли необходимость, если человек сам должен отвечать за свою жизнедеятельность? Он, в первую очередь, в ответе. Почему он сегодня, вот этот вот частный дом, вот почему женщина не сказала, в чем причина возгорания? А причина это в бездействии самого гражданина, кто в этом доме проживал. Почему он свое печное отопление не посмотрел перед отопительным периодом? Почему он его не почистил? Почему своевременно не поменял электрическую проводку? Почему он допустил сжигание костра на территории своего домовладения без выполнения определенных требований? Все ситуации можно предотвратить? Все? Да. Хорошо. Накануне прошлых выходных в регионе объявили, ввели запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Вот какова сейчас обстановка в лесах и на торфяниках? У нас сейчас обстановка остается сложной. Действительно, в территории Гомельской области запрещено посещение лесов. У нас случается в среднем в сутки происходят 3-4 пожара травяного выжигания сухой растительности, травы. Переходит это в лесные пожары. Также у нас торфяные пожары. Люди пошли в грибы. Сейчас активизировали деятельность всех субъектов профилактики правонарушения, кто предупреждает такие пожары. Сами выезжаем, фотографируем вот эти вот неухоженные, так сказать, места, чтобы собственник землепользователь реагировал, опахал, принимал какие-то меры, чтобы убрать эту сухую растительность. Но ситуация действительно сложная. Хотелось бы просто напомнить гражданам, что за посещение лесов во время запрета есть административная ответственность. А также за выжигание сухой растительности эта административная ответственность наступает от 10 базовых величин. И, соответственно, не хотелось бы, чтобы граждане, ой, я не знаю, незнание закона не освобождает от ответственности. Потому что, в принципе, нет дождей, все увидите, с 1 сентября все были на линейке. За этот период, как таковых, дождей на Гомельщине не было. И, соответственно, этот вот высокий пожароопасный период, который создался у нас на территории, он сегодня и будет даже с выпадением осадков не факт, что он исключится. Но надо подождать. Нет дождей, нет грибов. Значит, в лесу делать нечего. Погода хорошая, тепло. Хотелось бы, конечно, и на природу. Но вообще, а как люди мотивируют свое стремление выжигать сухую растительность? Потому что известно уже, наверное, каждому взрослому ребенку, что нельзя этого делать. Это, наверное, как-то вот закладывается страсть, да, там человек может смотреть на огонь, на воду, да, там в таком. Вот так это надо как-то, не знаю. Может, плень убирать просто. Когда мы берем этого человека, ловим, да, начинаем его опрашивать, он говорит, да, я знал об этих последствиях, я знал, к чему это может привести. Но я вот посчитал, что вот этот вот кусочек земли, выжженный, он будет лучше смотреться, уберется эта сухая растительность. А то, что потом последствия, когда выгорают все эти деревни, я помню, в 2002 году в Сенинском районе, когда работал, приезжал, это тоже была засушливая погода, приехал в деревню, вся деревня была охвачена пожаром. Вся деревня была охвачена пожаром. Мне самому было страшно. Там боялся за свой личный состав и за технику, да. Вот эти бабушки, в основном у нас в деревнях проживают престарелые граждане, они на нас смотрели, как на ангелов-спасителей. И вот, когда мы уже ликвидировали, локализовали этот пожар, давай разбираться, оказалось, что там Мария Ивановна, там, 29-го года рождения, вышла на свой участок выжигать сухую растительность, подожгла, развернулась, пошла к своему дому, огонь ее догнал, соответственно, за одежду схватился, бабушка эта погибла на этом земельном участке. Ну и из-за этого начался пожар во всей деревне. Вот такая вот беспечность приводит к таким трагедиям. Сергей Николаевич, в целом, как складывается год, с чем приходилось сталкиваться, насколько напряженная ситуация? Если говорить вообще про лесные и травяные пожары, то, в принципе, в прошлом году у нас тоже неблагоприятная была обстановка, произошло за прошлый год 1915 пожаров в лесах и выжигание сухой растительности. Соответственно, был выработан и принят ряд мер по оптимизации всей деятельности субъектов профилактики, направлены вот эти вот пропагандистские деятельности, и он дает сегодня свой результат, если смотреть. Вот 715 пожаров мы сегодня имеем, это более чем в 2,3 раза меньше, но эта цифра тоже нас не устраивает, не устраивает и руководство области. Здесь нам надо дальше работать, продолжать работать с гражданами, призывать их к этой теме. А вообще, складываясь, рассматривать пожары, то, в принципе, уже с 2010 года мы наблюдаем снижение пожаров как в госсобственности, так и в жилом фонде наблюдаем снижение. Так и в этом году у нас почти на 20% снижено количество пожаров в жилом фонде и на предприятиях. Это с 529 случаев в этом году, и в прошлом было 656, и наблюдаем снижение погибших людей на пожарах. У нас погибло в этом году 42 человека, в прошлом на этот период мы имели 55 человек. Это почти на 24% имеем снижение. Мы видим эту ситуацию и пытаемся прийти к нулю. Этого вам и желаю. Сергей Николаевич, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Гомеля Сергея Александровича. Такой вопрос, значит. Родственник у меня имеет легковую машину, гараж металлический. Вот он делает запас бензина. В канистрах покупает, ну и сливает металлическую бочку. Является ли это нарушением безопасности пожарной? Ну и если есть такая информация, какое количество вот этого бензина можно хранить в гараже? Спасибо. По требованиям правил пожарной безопасности, если мне не изменяет память, то до 50 литров. То есть вот этот человек, который нарушает правила пожарной безопасности, если у вас есть такая информация, то в принципе нас проинформируйте, мы выйдем и соответственно примем меры реагирования. Ну а так, в принципе, мы уделяем внимание, когда при плановой проверке отрабатываем эти гаражные кооперативы, соответственно, беседуем и с председателем, акцентируем внимание, посещаем эти гаражи, да, и объясняем, каким последствиям могут привести. Потому что даже зачастую, ну у нас же много кулибинов так называемых, которые в принципе сами ремонтируют свой транспорт, и они в гаражах устраивают и печки, и буржуйки, что в принципе запрещено. Потому что требования норм, где используются реквозпоменяющие жидкости, использование таких приспособлений не допускается. Сергей Николаевич, ну а каковы основные причины пожаров? А причины пожаров, они, наверное, вот как я пришел в эту службу, они в принципе не меняются. Меняется только их соотношение. Всегда занимает, первое место занимает это неосторожное обращение с огнем. Вот если брать от 100%, это порядка 19,3% неосторожное обращение с огнем. Второе, это эксплуатация и устройство печного отопления. 11% занимает от общего числа причина. Третье, это занесение источника постороннего лицом, ну в том числе и поджоги, 7% занимает. Ну, к сожалению, электроэксплуатация и монтаж электрооборудования продолжает иметь место. Ну, оно, наверное, будет и расти 27,6% от общей темы. И, к сожалению, не изжитошалость детей с огнем. У нас 6 фактов в этом году имеет место, хотя мы видим снижение на 60% с прошлым годом. С наступлением холодов начнется и самое пожароопасное время, отопительный сезон. Ваша задача проверить готовность людей, проверить жилой сектор. У нас на эту тему подготовлен сюжет. Внимание на экран. Видеосъемки с высоты птичьего полета. На этих кадрах хорошо видно, к чему приводит безответственное поведение людей на природе. В результате неосторожного обращения с огнем горят поля, леса и торфяники. Еще одна проблема, также вызванная человеческим фактором, несанкционированные свалки. Такую картину можно наблюдать практически в каждом районе области. Совсем недавно нечто подобное находилось и возле деревни Головинцы Гомельского района. И только благодаря вмешательству, в том числе и сотрудников МЧС, дело не дошло до масштабного пожара. Была организована свалка, санкционированная. Но, как зачастую наши граждане приходят, выбрасывают мусор, тем самым границы свалки дошли вплоть до домов. И когда в летний период, пожароопасный период, получалось тление мусора в связи с того, что было очень палящее солнце, также собирались иногда граждане, ведущие социальный образ жизни. Где-то покурили, бросили бычок, не потушили. И началось горение свалки. И такие возгорания на свалке были несколько раз. Поэтому поступали постоянные жалобы в службу МЧС, также в сельсоветы и экологическую службу. Сегодня Головинцы вновь напоминают вполне благоустроенную деревню. Правда, за внешним порядком значительная работа. Как минимум дважды в неделю здесь работает смотровая комиссия, в состав которой включены сотрудники МЧС. В дом Татьяны Якименко они заходят для проведения контроля. Еще совсем недавно это строение представляло реальную угрозу. Частично обваленная крыша, опасная электропроводка и аварийная печь. Что в случае пожара стало бы с соседними домами сказать тяжело, однако наверняка ничего хорошего. Сейчас в доме наводится порядок. И хотя полностью работы еще не завершены, судя по всему, требования спасателей лишними не оказались. Я здесь не проживала. Мама жила у сестры, конечно, дом стоял. Потолка на кухне, там кусочек потолка обвалилось. Как бы я проживала с мужем, ну как бы там все делали, а здесь никто не смотрел за домом. Пришлось очень тяжело. Еще один дом в деревне Головинцы. Адрес также хорошо знаком и сотрудникам МЧС, которые в составе смотровой комиссии бывали здесь неоднократно. При посещении данного домовладения смотровой комиссией было обнаружено, что печка находится в неисправном состоянии. То есть имеющие трещины, дымит. В данном домовладении проживает несовершеннолетний ребенок. Комиссия была признана, что условия не обеспечены для безопасного проживания ребенка. Тогда ребенка временно забрали в социальный приют. Похоже, что и здесь вмешательство оказалось своевременным. Трагедии не случилось. Сегодня сотрудники МЧС участвуют в рейдах, посвященных началу отопительного сезона. За пять лет, в течение которых на территории Улуковского селесполкома работают смотровые комиссии, ситуация с безопасностью в частных домовладениях заметно улучшилась. Однако это не значит, что внимание к ним уменьшится. В общем, количество регистрируемых на Гомельщине пожаров, возгорания, вызванные неисправностью печей, сейчас составляют около 5%. Это относительно немного, но и этот показатель можно уменьшить еще больше. Проблемы были довольно-таки серьезные. Но уже за промежуток времени, практически за пять лет, все критические нарушения так или иначе были устранены. То есть сейчас уже критических таких печей, состояние проводки, там домовладения, то есть уже на сегодняшний день уже этого нет. То есть все-таки за пять лет уже работа проведена огромная, и максимально приведено все в порядок. В эфире программа «Диалог». У нас в гостях первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы знаете меня? Скажите, пожалуйста, вот в 15-й школе на Обелевском районе нам раздали бумажки. Написано «Предписание МЧС установить школьные турникеты». И благотворительный счет написали. Этот счет ваш? И на каком приказе, где это указ такой, что именно в этой школе надо установить эти турникеты? Для безопасности чего? Жизни детей? Ну, я не вижу там никакой безопасности, потому что проходы закрыты, детей не будут. А с администрацией школы вы не спрашивали о администрации? А администрация школы, вообще-то, говорит сдать 87 тысяч, и не то ребенок не получит эту карточку, чтобы, если он опоздает на урок, там, на 5 минут, его уже просто на уроки не пустят. Потому что я не хочу, если честно, сдавать 87 тысяч на эти турникеты. Я не считаю, что это небезопасно. Потому что и старшеклассники, и малыши. И, ну, я не знаю, я не вижу в этом смысл. Мы поняли вас. Сергей Николаевич, можете прокомментировать? Ну, что я могу прокомментировать? Я могу сказать одно, что требованиями правил пожарной безопасности Беларуси запрещено на путях эвакуации размещать какие-то запорные механизмы, которые будут препятствовать эвакуации людей из помещений, коридоров и, соответственно, зданий в целом. Я по данному вопросу не готов вас ответить. Я попрошу, оставьте телефон свой. Мы свяжемся с этим вопросом, разберемся и вам обязательно доложим. Это не предписание МЧС? Предписание МЧС такое не может предписывать, потому что мы отношения к турникетам не имеем. Мы, наоборот, если турникет препятствует эвакуации людей из здания в целом, то мы его предписываем запретить. Вы обсуждали этот вопрос с Управлением образования? Нет, на данном этапе я же говорю, что мы разберемся с этим вопросом и обязательно позвонившим гражданке ответим. Спасибо большое. Конечно, невозможно только усилиями одних лишь спасателей решить проблему пожаров. Насколько вы считаете эффективной работу смотровых комиссий в регионе? Вы знаете, смотровая комиссия – это объединение субъектов профилактики правонарушений к одной цели. Это гибель людей от внешних причин, уменьшение. И если брать цифры в целом, до подписания директива номер один у нас погибало порядка 18 тысяч в Республике Беларусь людей от внешних причин. А это ДТП, пожары, отравление алкоголем, как ни странно, вторую позицию даже сегодня занимает. И за прошлый год в Республике погибло около 10 тысяч людей от внешних причин. А это люди работающие, которые должны по пользу приносить государству, создавать семью, к чему-то стремиться. Они от внешних причин погибают, и мы их теряем. И вот работа всех этих субъектов профилактики объединена была в едино, чтобы мы пришли в дом, в квартиру и определили, какие условия и причины там созданы для того, чтобы там было правонарушение, возник пожар, либо что-то другое, был травмирован ребенок током. То есть, грубо сказать, выяснение вот этих обстоятельств. Эта работа сегодня дает свои плоды. Если даже брать по своей тематике, это пожары и гибель людей от них, то мы за 6 лет работы с 2010 года, председатель областполкома, определил такую вот форму работы. Она только совершенствуется и только набирает оборотов с каждым годом. И мы уже снизили только гибель людей от пожаров. Мы снизили с 200 человек до 90. Это показатель. И сегодня имеем снижение погибших на 23% по сравнению с прошлым годом. То есть, это тот показатель, который сегодня и говорит в основном о работе этой смотровой комиссии. Пожары в частном секторе возникают в домах социально неблагополучных граждан, престарелых граждан, либо же нельзя так утверждать однозначно? Знаете, если рассматривать в целом пожары, то можно сказать, действительно, особенно что касается села, наступает отопительный период. И у нас мы имеем рост пожаров за нарушение правил эксплуатации печи, особенно когда наступает холода. Потому что вот эти престарелые граждане, которые находятся в этих домовладениях, если люди будут приезжать, обращать внимание, у них уже кровообращение слабое, им хочется тепла, они носят на себе много одежды. И, соответственно, чтобы согреться, когда они приходят, открывают топку печи, становятся и греются. И зачастую вот такие пожары имеют место, которое, в принципе, приводит к гибели престарелых граждан. Ну и здесь мы очень серьезно работаем, совместно с соцзащитой, совместно с полкомами, мы оказываем таким гражданам помощь. Мы пытаемся и сюда привлекать и организации, в которых раньше эти граждане работали, и обращать внимание, в первую очередь, детей, которых мама с отцом воспитали, дали образование, дали соответствующую занять позицию в обществе, что ведите, помогите своей матери, заберите ее на зиму домой. Это тоже дает свое. А так, действительно, оно так и есть. Либо гражданин, который сегодня не желает жить, то есть к нему и приходит один субъект профилактики, и второй, и предлагает трудоустроиться, но он не хочет, ему нравится такой образ жизни. Он живет там в деревне, вот, без света, без газа, да, он живет и не хочет менять свой образ жизни. Ну, здесь уже, в принципе, каждый субъект профилактики с ним поработал, помог ему вернуться в эту тему. Но если он не хочет, зачастую вот это и приводит к трагедии. Установка автономного пожарного извещателя себя оправдывает? Автономный пожарный извещатель, я вам честно скажу, это, наверное, сегодня единственное средство, которое может уберечь гражданина, да, от травмирования пожаром в ночное время суток, то есть когда гражданин отдыхает. Потому что сегодня, в принципе, и вы, наверное, когда мобильный телефон ставите на зарядку? Наверное, ночью, правильно, ложитесь, вы смотрите, что у вас батарея иссякла, чтобы она имела полный ресурс на утро, вы его берете и включаете в розетку, ложитесь спать. И так поступают все ваши члены семьи, да, вот, а это все причина и условия возникновения пожара. Сегодня ни один из производителей оборудования или электрооборудования не дает гарантии, что у вас не загорится холодильник, который постоянно должен работать в электрической сети. Да, действительно, у вас те аппараты защиты, которые установлены в счетчике, они позволят отключить электроэнергию, больше ее не подавать. Но они никоим образом не выступят гарантом, что оборудование не будет гореть дальше. А человек, когда спит, отдыхает, он напрочь не чувствует продуктов горения. У него организм никак не реагирует. И, соответственно, он вдыхает, как мы сейчас с вами в студии находимся, вдыхаем воздух, да, дышим, так он дыхает продуктами горения. И, соответственно, токсичность и пожарная нагрузка сегодняшних квартир современных, она очень высока. Сегодня мы столько используем пластика, ненатуральных изделий, а, соответственно, при воздействии температуры они выделяют токсичные продукты горения. И может будет достаточно 2-3 вдоха сделать, чтобы потерять сознание. И эти действия в случае пожара, которые знать, не выполнить, не разбудить своих близких, не вывести их вовремя, не позвонить по телефону. Кто имеет право на то, чтобы бесплатно установили автономный пожарный извещатель? Автономный пожарный извещатель, у нас есть социальные программы, есть на территории республики, в области они реализуются. На сегодняшнем этапе это, в принципе, граждане, одинокие граждане престарелого возраста, инвалиды первой, второй нерабочих групп, да, и семьи, многодетные семьи. Ну, вот, в принципе, это и вся категория граждан, которая сегодня пользуется этими социальными благами. Сергей Николаевич, ну вот если в деревнях такое беспокоящее соседство, это какие-то социально неблагополучные категории граждан с развалившейся печью, то в городах, так кто, курящие соседи? Вот из-за чего в многоэтажках возникают пожары? Зачастую это электрооборудование, электрооборудование, да, которое приводит к возникновению пожара, да, и второе, это граждане, в принципе, его можно описать портрет так, неработающий, либо уже пенсионер, да, который потерял интерес к жизни, да, и так называемый человек, который любит посидеть, взять какое-нибудь вот это вот дешевое вино, плодовое, ягодное, да, он же не возьмет там полусухое, сухое вино дорогое, а возьмет вот именно это дешевое вино, и вот, в принципе, времяпровождение, выпил, закурил и умер. Ну, вот таких граждан, конечно, они, наверное, есть, мы их просим, вот попрошу граждан, если такие есть в подъезде, то, в принципе, информируйте, мы с ними будем работать, сегодня и общество анонимных алкоголиков, да, готово подключаться там в рамках своих возможностей, вот мы сейчас эту тему будем с ними тоже прорабатывать. То есть человека надо вернуть и постараться, пускай мы из 20 хотя бы одного вернем в нормальные условия жизни, это будет большая победа. Сергей Николаевич, к сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже заканчивается. Спасибо вам за сегодняшний диалог. Спасибо вам, спасибо, уважаемые телезрители. Это был диалог с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Спасибо вам за внимание и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова